Здравствуйте, уважаемые зрители! В этой части видеообзора мы сравним украинскую и российскую армию по реактивным системам залпового огня, РСЗО. И в частности рассмотрим детально характеристики некоторых арт-систем, сравним боевые возможности и узнаем про боевой опыт применения в российско-украинской войне. Посмотрим, как показали себя в войне новые российские и украинские РСЗО, а также узнаем, как западные реактивные системы залпового огня изменили ход войны. В прошлых сериях видеообзора мы очень хорошо и детально разобрали сравнение армии поствольной артиллерии, самоходной, буксируемой, переносной, а также сравнили армии по минометам. Узнали, как западные поставки гаубиц изменили ход войны. Теперь идем далее. РСЗО. По РСЗО имеем. У России имеется только фактически советский РСЗО БМ-21 Град, Ураган и Смерч. На РСЗО Град и Смерч Россия начала устанавливать автоматизированную систему управления огнем. Получилось семейство реактивных систем залпового огня Торнадо Г и Торнадо С. Г означает Град, С – Смерч. Все остальное в этих системах фактически осталось прежним. К примеру, советский Град как работал на дистанции от 4 до 40 километров, так и в Торнадо Г дальность осталась прежней. Аналогично и со Смерчем, или Торнадо С. Автоматизированная система управления огнем дала возможность быстрее наводиться на цель, и компьютер стал рассчитывать поправки к пускам ракет и их корректировку и так далее. Но таких систем в Российской Федерации оказалось очень мало. Смерч несколько десятков, а то возможно и меньше, так как некоторые из них были уничтожены в Российско-Украинской войне. Торнадо Г у Российской Федерации будет побольше. Было до начала войны полторы сотни приблизительно. Но их в войне было уничтожено очень много. А некоторые из них стали вообще трофеями украинских военных. Нужно сказать, что ВСУ имеет украинскую РСЗО «Верба». Также имеется украинская «Альха», ракеты которых имеет индивидуальное наведение каждое. Такого у российских ракет нет и близко. А теперь все по порядку. Российский Торнадо Г. Дальность действия осталась прежней. Почему так? Все просто. Боеприпасы остались прежними от БМ-21 ГРАД. Вот, пожалуйста, таблица используемых боеприпасов Торнадо ГРАД. Смотрим кассетные. 9М-217, 9М-218 бьют на дистанцию до 30 км. Осколочно-фугасный 9М-521 бьет на дистанцию до 40 км. Самый дальнобойный из всего списка, кстати. Далее 9М-522 до 37,5 км. Потом 9М-538, 539, 541. Все они есть в списке боеприпасов Советской РСЗО ГРАД. Вот вся таблица используемых боеприпасов. Вы можете посмотреть. Все названные ранее боеприпасы. Все тут есть. То есть, по сути, в боеприпасах для РСЗО Торнадо ГРАД изменений не было. Они были только в российской пропаганде, которая кричала про создание и использование новых российских снарядов, которым по факту оказались древние советские, которые создавались еще при СССР и производство которых было налажено уже на России. Рассказываю, как в российской пропаганде врали своему населению. А вранье там представляет из себя худший вид лжи. Это когда разные неточности и понятия указываются не точно, а порой с подменой понятий. И где есть определенное количество правды и фактов, которые перемешиваются с этими неточностями и ложью. Так вот сейчас еще раз проясним. Российская пропаганда указывает, что на России были разработаны новые боеприпасы, которые увеличили дальность ведения огня Торнадо ГЭС с 20 до 40 километров. То есть фактически вдвое. При этом новые снаряды имеют боевую часть повышенного могущества и мощнее прошлых версий. А вот какая ситуация на самом деле. На России в ее КБ взяли созданные еще по факту в СССР снаряды увеличенной дальности действия 9М521, которые уже как раз стреляли на дистанцию до 40 километров. Эти снаряды были созданы еще для советских градов, поэтому и находятся в его классификации боеприпасов. В общем, на России взяли эти советские снаряды и уменьшили в них количество топлива для ракетного двигателя. А освободившееся место заполнили увеличением взрывчатого вещества в боевой части. То есть по факту увеличили боевую часть за счет уменьшения топлива для двигателя реактивного снаряда. Вот на фото показаны эти снаряды. И хорошо видно разницу в топливе и размере боевых частей. Сверху показан новый российский снаряд 9М538 с увеличенной боевой частью, а снизу советский 9М521 от РСЗО «Град», который имел дальность ведения огня до 40 километров. Масса боевой части в новом снаряде стала составлять 34,5 килограмма, а в советском дальнобойном составляла 21 килограмм. То есть масса боевой части выросла на треть. Как следствие, снаряды стали иметь боевую часть повышенного могущества, но при этом их дальность упала вдвое – с 40 до 20 километров. Получается, российские снаряды не летят на дистанцию в 40 километров. На эту дистанцию летят как раз именно советские 9М521. А новые российские снаряды стали иметь более мощную боевую часть, но дальность сократилась в два раза. При этом на базе этих новых российских снарядов, в кавычках, было создано целое семейство новых боеприпасов. Если 9М538 – это снаряд со сколочно-фугасной боевой частью, унитарной, то на его базе решили создать снаряды с кассетными боевыми частями. Получили снаряды 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности и 9М541 с кассетной головой частью с 70 кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Фактически и то, и то можно назвать кассетными. При этом кассетные боевые части занимают больше места в ракете, а следовательно длина снарядов увеличилась. 9М538 имел длину 2,64 метра, а 9М539 и 541 стали составлять 3,053 метра. Разница также хорошо видна на этом фото. Поэтому новыми снарядами российские новейшие Торнадо-Ге могут работать только на дистанцию до 20 км. Но при этом, да, нужно отметить, что эти новые переработанные советские снаряды стали иметь более мощную боевую часть, чем советские, более ранешние. В диапазоне 34-36 кг в зависимости от вида боевой части, против 18-22 и 25 кг у советских ранних боеприпасов. Тоже в зависимости от модификации. Так что увеличение боевой части россиянам удалось достичь, но за счет уменьшения дальности полета снарядов. А для увеличения дальности ведения огня придется использовать древние советские боеприпасы от советской РСЗО «ГРАД». Да и самые новые российские снаряды, по факту, это измененные советские. Вот и суть лжи российской пропаганды заключается в том, что они начали смешивать все эти возможности разных новых снарядов с прежними советскими и указывать про увеличение мощности снарядов и дальности ведения огня этими снарядами. Но на самом деле все как раз наоборот. Мощность российских снарядов возросла, а дальность при этом упала аж в два раза по сравнению с советскими боеприпасами увеличенной дальности с 40 километров до 20. Поэтому и дальность ведения огня у РСЗО «ГРАД» и «Торнадо-Г» не поменялась, а осталась прежней по факту. Потому что... Как они стреляли советскими снарядами по факту, так и остались стрелять. А вот изменения в автоматизации были. Решили установить спутниковую навигацию и оцифровку. Это дало возможности быстрее приводить систему в боевое положение на местности, быстрее перенацеливаться и быстрее начинать вести огонь. Но так было, пока российские военные имели доступ к американской спутниковой навигации GPS. Без нее ГЛОНАСС и близко не может обеспечить необходимую точность навигации. А значит без американской спутниковой навигации эти все показатели ухудшились, а возможно соответствуют советским РСЗО «ГРАД». А теперь давайте посмотрим, что было сделано в Украине. Сразу нужно отметить, что в Украине было создано сразу несколько РСЗО подобного типа под данный калибр 122 мм. Основные из них это РСЗО «Верба» на базе отечественного КРАЗа и РСЗО «Берест». Также в армию попали некоторое количество более ранних РСЗО «Бастион». Так вот изначально в армию попали именно РСЗО «Бастион». Они имели сразу несколько модификаций. Стандартная, как на фото, «Бастион-01» и с дополнительным боезапасом на удлиненном шасси КРАЗа «Бастион-02». В 2008 году первый вариант «Бастиона» был создан. В основе разработки была автоматизация системы управления ведения огня. Артсистема оснащалась отечественной спутниковой навигацией от компании «Резон Навигация». Боеприпасы оставались прежними от РСЗО «ГРАД». Это схоже с российским «Торнадо-Г». Там тоже все, что было сделано, это автоматизация. Только первые «Торнадо-Г» были созданы гораздо позже, в 2011-12 годах, и стали поступать в армию. Получается, в Украине создали рабочее РСЗО новую, ранее, чем на России. Что интересно, то в 2009 году Министерство обороны Украины получило первые такие артсистемы. Но в серию эти машины почему-то не пошли. Возможно, это была диверсия, а возможно, банальная нехватка средств. Ведь тогда Украина разоружалась, и до военных никому фактически дела не было. Как следствие, эти системы были интересны только для экспорта, как и большинство украинского оружия ранее. Просто, чтобы продавать за рубеж, нужно было принять на вооружение какое-то минимальное количество образцов. Вот так и ограничились одной батареей. Вот на фото украинские бастионы едут на параде в одной из стран Африки. Так что, как видим, бастионы Украина начала продавать за рубеж. А для себя в покупах этих артсистем фактически не было. При этом, бастион-01 или же бастион-1 попал на фронт с начала 2014 года, а также при полномасштабном российском вторжении эти машины также использовались для защиты от российского оккупанта. Вот, например, фото бастион-01 неподалеку от города Бахмут в январе 2023 года. В сети есть также и видео, пусков ракет для защиты от оккупанта. А вот бастион-02 был интересен тем, что за счет дополнительного боекомплекта его перезарядка занимала всего 120 секунд, то есть 2 минуты, а перезарядка стандартной версии занимает приблизительно 7 минут. То есть РСЗО могла приехать, отстрелять боезапас, быстро перезарядиться и выпустить второй пакет боеприпасов из 40 реактивных снарядов. И потом покинуть позицию ведения огня. И все это фактически в считанные минуты. Нужно сказать, что такие артсистемы также в очень ограниченном количестве поступили в украинскую армию в количестве до одной батареи, не больше. Также некоторое количество бастионов было поставлено в Грузию. Они начали использоваться также в войне с Российской Федерацией с 2014 года. Вот, например, как бастион-02 ведет огонь по российскому агрессору в январе 2023 года неподалеку от города Бахмут. Зима тогда была с частыми оттепелями, где снег сразу же таял. И так по многу раз. В общем, обе артсистемы, что бастион-01, что бастион-02, активно использовались украинской армией в российско-украинской войне. Более того, не раз в сеть попадали фото и видео использования даже еще первых бастион-01, которые размещались еще на шасси КРАС-260. Так что самые ранние артсистемы также попали в войска и участвовали в войне. А это он уже в летних условиях ведет огонь на южном направлении. Реактивные артиллерийские системы «Бастион» создавались специалистами Шепетовского ремонтного завода. Это предприятие, которое специализируется на ремонте и модернизации различных артиллерийских систем. Это не единственное предприятие Украины, которое начало создавать свои реактивные системы залпового огня. Разработки новых украинских РСЗО приходятся на начало 2000-х годов. Именно тогда в Украине и в Харькове на ряде предприятий оборонной промышленности Украины были начаты работы над созданием новых РСЗО. Сначала это была РСЗО БМ-21К на шасси КРАС-260. Пока разрабатывали новую реактивную артиллерию, завод КРАС прекратил выпуск автомобиля КРАС-260. Вместо него появился новый КРАС-63-22. Как следствие, украинская армия приняла на вооружение армии новый КРАС-63-22. Он стал основным грузовиком для украинской армии в 2008 году. Следовательно, его и решили взять за основу в дальнейших артсистемах. Но создание артиллерии разделилось между несколькими украинскими предприятиями. И каждая продвигала свою артиллерийскую систему. Так, на Шепетовском ремонтном заводе в Харькове начали создавать РСЗО Бастион, рассмотренную нами ранее. А в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова была начата своя версия РСЗО, которая в итоге и стала массово поступать на вооружение украинской армии. Речь идет про РСЗО Верба. Если Бастион уже был создан в 2008 году, то работы над Вербой только начались в 2008 году. Так что фактически Верба стала продолжением работ над созданием РСЗО Бастион. Нужно сказать, что самые первые РСЗО Верба начали также создаваться на базе КРАС-260. Ведь он до 2008 года был основным армейским грузовиком для украинской армии. На фото как раз эти первые РСЗО на параде. Это БМ-21 Верба. Самые первые образцы Вербы, смонтированные на его шасси, были в дальнейшем также переданы армии, когда Вербу приняли на вооружение. Но до принятия ее прошло еще немало времени. Ведь после того, как украинская армия сменила КРАС-260 на КРАС-63-22, установка перетерпела ряд изменений. Например, решили создать пятиместную кабину на новом шасси. В ХКБМ начали развивать свою версию артиллерии и создали БМ-21У Верба. У означает усовершенствованное. Но украинской армии она была не очень-то и нужна. Ведь армия сокращалась из года в год. И до новой РСЗО практически мало кому было дело. Ее создавали как проектный экземпляр для возможности экспорта. Фактически она существовала как проект, но не как программа разработки с четкими сроками. Поэтому реальный толчок для создания артиллерии приходится именно на 2014 год. Именно тогда Российская Федерация начала свое вторжение в Украину, оккупировала Крым и развязала гибридную локальную войну на Донбассе. Украинской армии срочно понадобились свои новые арт-системы. И в 2015 году проект был завершен. Новая артиллерия имела свою модернизационную версию с автоматизированной системой перезаряжания, позволившей использовать перезаряжание с использованием транспортно-заряжающей машины и тем самым сократить время на перезарядку. Такая новая транспортно-заряжающая машина в Украине также была создана в Харькове. Также машина была оборудована автоматизированной системой прицеливания и навигационным оборудованием, обеспечивающим топопривязку и оперативную передачу координат аутриггерами. Это выносные автоматизированные опоры, благодаря которым вся платформа может выравнивать свое положение на местности, с различными перепадами рельефа и неровностями поверхности. К примеру, чтобы артиллеристам вести огонь, машину нужно выкатывать на ровную поверхность, чтобы уменьшить минимальное отклонение снарядов по цели. Чаще всего это поле или вообще проезжая часть дороги. А это сильно демаскирует артиллерию. Так вот верба с такими опорами могла выехать, например, в посадку с большим уклоном местности и выровнять на ней платформу за счет этих автоматизированных опор. Это, нужно сказать, стало очень хорошим решением. РСЗО теперь могла вести огонь, будучи на любой сложной местности. И нужно обязательно сказать, что такие опоры отсутствовали на всех советских БМ-21 Град, на всех украинских модернизационных версиях, включая Бастион и российских Торнадо-С. Фактически верба это первая РСЗО 122-го калибра, которая была оснащена такими опорами на всем постсоветском пространстве. Техническое решение простое, но, нужно сказать, очень эффективное. Военные его оценили, но гораздо позже. Ведь созданная в 2015 году верба долгие годы не могла попасть в серийный выпуск и начать поступать в войска. Вот интервью разработчиков с завода, когда как раз разработка вербы была уже почти завершена. Почему почти? Потому что в связи с проблемами с автокразом, пришлось менять шасси для этой РСЗО. Но обо всем по порядку. Сначала интервью. Кілька штрихов, и он готовый. На фінішній прямой, как говорят разработчики, нова верба, по суті, перша модернизация старого БМ-21 «Град». Перше, что впадает в вичи – это шасси. Вже не российского Урала, а украинского Краза. Швидший, маневреннейший, судихиднейший. Окрім того, пятимісна кабина для экипажа. На «Граде» раньше часть боевого расчета размещалась за кабиной на открытых сиденьях. Дождь, снег, холод. Все это создавало дополнительные сложности при выполнении боевой задачи. Сейчас используется увеличенная кабина. Скажите, вы когда увидели такое у «Градах»? Ци подпори, они называются «аутригеры». Их завдание – выравнивать машину чётко, горизонтально. Сейчас нашим хлопцам, которые работают на «Градах», придется вытрачать очень много времени для того, чтобы найти более-менее гривную местину для ведения в огню, а потом еще и выравнивать кут нахилу машины относительно земли. Сейчас все будет набагато простейше. Приехали, выравнивалися за рахунок этого. Чётко, горизонтально компьютер выравнивали координаты, выстрелялися и поехали. Окрім того, «аутригеры» позволят не так расходить машину под час ведения в огню, за рахунок чего потрапление снарядов будет более точным. Найголовнейший плюсы вербы – практически все процессы автоматичны. Солдату не треба вручную наводить, выравнивать координаты и вытрачать час на сборы после ведения в огню. Компьютеры все сделают. Здесь будет и радиостанция, и блоки управления, которые будут давать экипажу возможность не выходить из кабины для выполнения боевых задач. У шесть разов швидше комплекс лічитиме свои координаты, в п'ятеро швидше буде наводитися, полишати позицию машина теж буде за лічені секунди. Від Старого Граду лишилась опускова установка та на випадок нештатних ситуаций механічна система керування вогнем. Розробники пишаются на 80% комплекс з українських деталей. Олександр Ігорович уже четвертий десяток працює конструктором. Каже, найскладнейше було придумати, як замість кількох годин заряджати боеприпасами машину за кілька хвилин. Ему це вдалося. В цеху вже конструюється машина для заряджання. Це завжди цікаво, коли задумки реалізуються в железі і бачений результат того, що було ще вчора задачі, потім стало рисунком, чертежом, деталією. Вже за місяць-два обіцяють показати в дії як саму вербу, так і не бачену до цього машину для заряджання 120-мм снарядів. Наразі потрібно отримати комплектуючі від наших підприємств співвиконавців і змонтувати на цій машині. Зараз вона готова, мабуть, на 95%. В ітогі, як показала історія, ця РСЗО таки була создана і готова к серійному производству, як і транспортна заряджаюча машина к неї. Як видим із інтерв'ю, РСЗО получилась дуже хороше, але в серію не пошла. Пришлось срочно менять шассі для нее. У КРАЗА і господарства возникли проблеми, і ці автомобіли в цьому прекратили закупатися українській армії. А машини, треба сказати, були дуже хороші. Особенно бронуванний вариант «Раптор», на базі которого також предполагався серійний выпуск «Вербы». Так що в армію нова артустановка так і не почала поставляться. Дело в тому, що українська армія при президенті Петре Порошенка почему-то відказалася від закупок КРАЗА і стала закупати вместо него грузовики «Богдан», які представляють собою зборку белорусського МАЗа з російськими двигателями ЯМЗ. Вот на фото ви можете увидеть всі відлічія между МАЗом белорусським і так називаємым українським «Богданом». Дело в тому, що президент Петр Порошенко являлся одним із основателем і акціонером компанії «Богдан». В общем, перейдя на МАЗы, все роботи по РСЗО «Верба» прекратились, артсистема требовала нового шасси. А це знову время на розробку нової системи, создання експериментальних образців і знову время на її испытання і т.д. В общем, лише в 2019 году после смены президента Порошенко в Шепетовском ремонтному заводі заявили, що готові начать серійне производство РСЗО «Верба» на шасси «Крас-63-22». Ведь в этом же году РСЗО «Верба» официально було принято на вооружение української армии. На шасси «Крас-63-22». Но в серию она снова не пошла. Снова проблема оказалась в выборе шасси для нее. Ведь после смены президента Порошенко теперь уже при президенте Владимире Зеленском армия почему-то стала закупать грузовики не у отечественных производителей, а решила покупать автомобили за рубежом. Президенты сменились, а ситуация с отечественным производителем осталась прежней. В обоих случаях автомобили закупались за рубежом. Только если при Порошенко армия закупала белорусские автомобили, то при Зеленском стала закупать чешские. Почему-то Министерство обороны Украины решило вместо украинских «Красов» закупать чешскую «Татру». И снова РСЗО «Верба», уже принятая на вооружение украинской армии, осталась без шасси. В результате в том же 2019 году в Шепетовском заводе ремонтном сразу же предложили устанавливать вербу на шасси «Татра Т-815-7». Этот грузовик имеет несколько модификаций, среди них трехосный вариант, как на фото. А также имелся и двухосный вариант этого вездехода, тоже как на фото. Кстати, на двухосном грузовике уже устанавливалась чешская модернизация БМ-21МТ «Град», которая, кстати, с началом российского вторжения стала поступать в помощь Украине. Вот на фото в войсках это арт-установка чешская на фронте. Так что, как видим, у Министерства обороны был вариант как трехосной «Татры», так и двухосной. Причем, чешские варианты грузовиков имели бронированные кабины. Именно такие стали поставляться из Чехии для украинских РСЗО. Так что бронированный вариант очень понравился украинским военным. Вот, например, шасси, поступившие для РСЗО «Буровий». На них мы узнаем в нашей следующей серии. А пока нужно сказать, что только в 2021 году верба на шасси «Татры» наконец-то завершила госиспытание и было принято на вооружении украинской армии. Получается, на вооружении украинской армии было принято сразу два варианта вербы на шасси КРАЗ-63-22 и на шасси «Татры». Варианты на шасси КРАЗа, которые создавались ранее, были переданы в украинскую армию. А затем планировалось производить вербу на шасси «Татры». И, кстати, «Татра» тоже имела пневматическую подвеску и могла выравнивать платформу для ведения огня при неровной местности. Еще важно отметить, что первые варианты вербы на шасси КРАЗа это разработка «ХКБН». Вообще, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова помогало в разработке баллистики, автоматизации и так далее. А Шепетовский ремонтный завод выступал в роли производителя. Затем Шепетовский ремонтный завод стал самостоятельно дорабатывать и модернизировать арт-установки. Более того, представил свои дальнейшие версии РСЗО, о которых мы узнаем чуть позже. В общем, вот такой вот сложный путь прошла эта РСЗО «Верба» из-за проблем с шасси для нее. Постоянной смены основных грузовиков для украинской армии. Сколько лет она не могла пойти в серийное производство и начать поступать в войска из-за этого. А военным она так была нужна, особенно в преддверии полномасштабной российско-украинской войны. При этом нужно уточнить, что в 2022 году после нападения Российской Федерации предприятие «Крас» было национализировано. Как следствие, стало производить «Красы» снова для украинской армии. И выходит, «Крас» снова стал основным грузовиком для армии. Или, по крайней мере, одним из основных. И РСЗО «Верба» стало устанавливаться снова на шасси «Крас-63-22» уже после 2022 года. И, кстати говоря, фактически все дальнейшие украинские разработки РСЗО имеют пятиместную кабину. А это означает, что в любую погоду они постоянно находятся в тепле и комфорте внутри нее. Сразу видно, что разработчики, военные и государства заботятся о своих военных. А теперь посмотрите на эти новейшие российские аналоговнеты под названием «Торнадо-Г». Там все как было при СССР, так все и осталось. Расчет сидит за кабиной на улице. Для чего там имеются сидения? Дождь, мороз, слякоть, ливень, мокрый снег, ветер, если военным нужно перегонять машину. Эти военные всегда под открытым небом. Нужно ехать к месту пусков, и они все так же на улице. По факту. Вот и думаете, где своих солдат, своих военных считают за людей, а где за... Ну вы поняли, за кого. Дальше можете продолжить сами. Или лучше напишите в комментариях. Зачем на российских градах кабина для солдат? Это же солдаты. Что о них думать? Для них даже кабина не предусмотрена. Сразу хочется сказать, что обычно хозяева, например, собак, для своих питомцев на улице хотя бы будку сооружают, чтобы животным было комфортнее, чтобы они могли в дождь или снег прятаться в ней в тепле и в сухом месте. А в СССР и на России, видимо, отношение к военным намного в кавычках лучше, чем к домашним питомцам. Этим, видимо, и объясняется размещение российских солдат на РСЗО «Град» и «Торнадо-Г» за кабиной под открытым небом. Причем, похоже, что в СССР изначально про солдат думали даже больше, чем о них стали думать на России. Потому что в первых версиях «Града» имелись вот такие вот сидения. И солдаты могли сидеть на них с большим комфортом, оперевшись на спинку сидений. Но при этом ноги ставили сверху на ящики. Хотя и такое расположение казалось не очень удобным, так как голова солдата была выше кабины и при езде на скорости могло очень сильно надуть встречным ветром. Ну а далее ситуация стала меняться не в пользу военных. Вот, например, как в более поздних «Градах» солдаты могли сидеть уже только на ящиках. Это БМ-21 «Град» российской армии. Вот на этом ящике солдаты сами положили на ящик что-то мягкое, видимо, чтобы не сидеть на твердых и холодных металлических ящиках. А ноги ставят на вот эту полку над бензобаком. Сзади за спиной имеются жесткие рукоятки, за которые можно держаться при езде, особенно если подбрасывает на ходу на неровной поверхности. Но и при этом солдаты обычно держатся еще и за запаску, прислонившись к ней. Вот такой вот комфорт по-советски. Но при этом голова солдата уже ниже кабины и встречным ветром так не продует. Вообще, такое размещение расчета РСЗО показывает, за кого или за что считали своих военных при СССР. И на России ситуация не сильно изменилась. Вот, например, новейший российский «Торнадо-Г». Аналогов нет. Как видим, практически все так и осталось, как в Советском Граде. Ящики, на которых размещаются военные расчеты и полка для ног над бензобаком. И все те же жесткие металлические поручни сзади вместо спинки для сидения. Размещайтесь с комфортом, называется. Вот это и есть российский аналогов нет. Такого в мире уж точно ни у кого нет. Можете быть уверены, по крайней мере в развитых странах, где своих военных, своих людей ценят и считают их за людей. А тут факты сами показывают всю картину. А всякие сказки российской пропаганды по автоматизации, будто бы расчет не нужен, это все сказки российской пропаганды. Потому что если расчет не нужен, то для кого тогда или для чего на «Торнадо-Г» оставили ручную систему управления. А нужна она в том случае, если произойдет неисправность автоматизированной системы управления огнем. В таком случае расчет быстро делает все вручную. А для этого нужно не менее пяти человек экипажа. Водитель он и остается водителем в кабине или может помочь командиру или другим членам экипажа в их работе. Командир руководит всем процессом, связывается с командованием, вычисляет координаты цели, получает их и так далее. Еще один член экипажа с бусолью в поле вычисляет направление к цели по указанным командирам координатам цели. Вот эти трое еще поместятся в трехместную кабину российского Торнадо-Г. А куда деть двоих заряжающих? Вот для них и остается место только за кабиной. Такая ручная система оставлена во всех украинских новых РСЗО на случай отказа автоматической. Но это не помешало оснастить машину пятиместной кабиной, даже на случай необходимости, если потребуется разместить в ней расчет при неисправности автоматизированной системы. А на России это, конечно же, не предусмотрели или не захотели предусматривать своих новейших РСЗО. Что ты думаете, за кого на России считают своих военных? Да и по факту Торнадо-Г остался фактически без изменений совковым. Машина фактически тоже не перетерпела никаких изменений. Например, кабина идентична до малейших деталей, по всей видимости все остальное тоже. Зато в российских СМИ как обычно вовсю кричали аналогов нет. А российские народные массы верили в эту чушь своей же российской пропаганде. Также на российских РСЗО отсутствуют аутригеры и при стрельбе машину раскачивает, что сильно уменьшает точность введения огня. А в общем, созданная на России Торнадо-Г это была просто попытка автоматизировать древнюю советскую РСЗО-Град, но сделали это без особых изменений в самой арт-установке в целом. Она, похоже, осталась полностью без изменений совковой. А в Украине подошли к вопросу создания РСЗО комплексно. И саму установку переработали и сделали комфорт для своих военных и позаботились про аутригеры для улучшения точности стрельбы и, конечно же, оснастили машины навигационным оборудованием и провели комплексную автоматизацию. И практически все это, как показали факты, отсутствует на российских новейших аналогов нетах. Как пример смотрим это видео российских торнадо Г. Вот заряжание происходит вручную. Это, кстати, показывает всю современность этой машины. Аналогов в мире нет. Артиллерийский расчет вооруженных сил Российской Федерации и реактивной системы запового огня готовится выехать на позиции для того, чтобы произвести стрельбы по намеченным целям. Перед тем, как произвести стрельбу, используется специальное так называемое ветровое ружье, которое позволяет определить направление, скорость ветра. Выстреливается патрон, патрон падает, ты смотришь сколько метров до него, измеряешь и угол ветра. Все. Сразу вопрос, если на машине есть автоматизации все датчики спутниковой навигации и так далее, то зачем тогда выстреливать этот патрон для определения направления и скорости ветра? Ведь компьютер все это должен делать сам, вычислять все метеоданные, как и связь со спутником даст возможность определять все метеопоказатели в регионе. Даже на танках устанавливаются индивидуальные метеодатчики скорости и направления ветра, к примеру, для более точной стрельбы, в том числе и снятия температуры воздуха. А на таких новейших российских артсистемах получается они напрочь отсутствуют. И получается нет и компьютера и нет спутниковой навигации. Это по факту видео. Там, где вся эта автоматизация присутствует, ничего подобного делать не нужно было бы. Компьютер сам все делает. Расчет только указывает координаты цели, а машина сама все рассчитывает. Все направления и углы наведения на цель, температуру воздуха, направление ветра, силу ветра и так далее. В общем, сама наводится и вводит все метеорологические поправки, например, ветер, осадки и так далее. Получается, что все это напрочь отсутствует в российских аналоговнетах. Иначе вручную ничего этого им не нужно было бы делать. А вот еще одно видео, которое раскрывает всю правду про эту артсистему. Это Торнадо-Г предположительно на фронте в Украине. Как показывает видео, наводится система вручную снаружи, а не из кабины. Заряжает ее также вручную. Здесь трое членов экипажа, поэтому снова не сходится со сказками распропаганды в два члена экипажа. И снова солдат с бусолью в поле определяет углы наведения к цели. Сразу же вопрос, если в машине есть своя спутниковая навигация и автоматизация, как про это вещала российская пропаганда, зачем тогда вообще бусоль нужна в поле? Компьютер сам вычислял бы все и наводился или как минимум выдавал бы все поправки для наведения. Снова все не сходится с российской пропагандой. Получается, что автоматизация или же оцифровка и спутниковая навигация на российских новейших аналоговнетах полностью отсутствует. И получается, что вся автоматизация по-российски это просто-напросто кнопка пуска ракеты в кабине, а все остальное, все приготовления, наведения, все это делают солдаты снаружи под открытым небом при любых погодных условиях и в дождь, и в слятое, и в снег и так далее. Смысл тогда такой автоматизации российской. И что тогда автоматизировано, если, как показывает видео, все, как и в древних советских градах, производится вручную снаружи. Транспортно-заряжающая машина созданная в Украине, так же, как и сами РСЗО Верба, были одновременно с ней приняты на вооружение украинской армии и теперь военные очень эффективно используют их в войне в том числе. А на России даже по состоянию на 2024 год подобная транспортно-заряжающая машина к РСЗО Торнадо-Г отсутствует, и российским военным приходится заряжать реактивные снаряды вручную. И, кстати, посмотрите на фото заряжания Торнадо-Г. Четыре человека сразу заряжают боеприпасы вручную в установку. Но ведь российская пропаганда четко указала, что расчет Торнадо-Г состоит всего лишь из двух человек. Вот, пожалуйста, Википедия со ссылкой на российские источники. Получается нестыковочка, да? Это автор к тому, что какой должен быть расчет арт-системы, если боеприпасы заряжают только четыре человека экипажа? Часто попадаются материалы, где заряжают три человека, бывает два. В любом случае, это автор к тому, что сказки российской пропаганды про расчет общей установки в два человека – это очередной фейк российской пропаганды. Даже если взять двух членов экипажа, наводчика и командира, то куда дели водителя? По факту расчет торнадо Г стандартный, пять человек, просто на боевые задачи он выезжает недоукомплектованный, что снижает боевые возможности единицы такой техники, такого артиллерийского расчета. Когда в машине только три человека экипажа, то такая установка должна постоянно возвращаться на базу после залпа, так как заряжать даже при подвозе боеприпасов ее некому. Значит она не может вести огонь постоянно из прифронтовой зоны. А это минус, так как ну очень часто дозарядка и повторные залпы осуществляются именно неподалеку от места первых залпов. Ведь без спутниковой навигации россиянам долго готовятся к стрельбе. Нужно производить расчеты углов прицеливания на цель бусолью и искать снова ровную поверхность для залпа. Поэтому выхода у них всего два. Или они не берут с собой двух заряжающих и происходят все только что описанные условия ведения огня. И в таком случае экипаж все равно состоит из трех человек, но никак не двух, как указывала российская пропаганда. Как показывает фото, это наводчик, командир и водитель. Или берут с собой двух заряжающих, которые могут разместиться только за кабиной на открытом воздухе. В любом случае это большой минус для артиллеристов и артиллерийских подразделений. Впрочем, как и отсутствие транспортной заряжающей машины, тоже снижает боевую эффективность артподразделений. На России ее не смогли создать. Да и... Зачем она нужна, если есть солдаты, которые могут все сами заряжать вручную, причем в любую погоду, и в дождь, и слякоть, и так далее. Пусть даже на это уйдет уйма времени. А как это порой происходит в так называемой второй армии мира, вы можете узнать, посмотрев вот это коротенькое видео. снаряды. 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 Ну так. Давай посильнее. С другой стороны еще разок повзрывать. Суть осталось. Давай, поменяй. Давай, поможем. Давай. нахуй. Другой. Стоять другого. Стоп. снаряды. Саня. 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 Ну что вам сказать. Это же Россия. Вот у ее военных и техника соответствующая. Какая там транспортно-заряжающая машина. Чтобы они на ней еще с разгону пытались заряжать. Или вручную из нее доставали снаряды и тоже забивали. или еще что-нибудь подобное. Вот это и есть яркий показатель технологичности российских РСЗО и войск реактивной артиллерии. А в Украине все наоборот сделано как для людей. С комфортом, автоматизация. Все для лучших результатов своих военных. И все это присутствует фактически во всех украинских РСЗО. И верба тут яркий пример. И конечно все это подтвердилось в российско-украинской войне, где РСЗО Верба доказала свои высокие боевые возможности. Это она на фронте в первые месяцы после начала российского полномасштабного нападения. Она очень хорошо утюжила российских оккупантов на фронте. Нанося серьезный урон армии агрессора. Верба использовалась как днем, так и ночью. Била по колоннам россиян, оставляя после себя все в руинах. Разнося в клочья так называемую вторую армию мира. Верба доказала свою высокую эффективность на поле боя. Украинские военные оценили ее возможности атаковать противника новыми снарядами на вдвое большую дистанцию, чем российские торнадо Г. При этом боевая часть снарядов не уменьшилась с увеличением дальности ведения огня. А у российских снарядов, если дальность снаряда выше, то мощность боевой части меньше. И наоборот. Плюс точность вербы намного лучше. Также в 2018 году Шепетовский ремонтный завод представил свою новую разработку модернизированную версию БМ-21УМ Берест. для чего использовал двухосный КРАЗ 5401 НЕ. Какие плюсы этой арт-системы? Не нужно сказать, что только в 2019-2020 году ситуация с КРАЗом начала проясняться. Военные стали снова его вроде бы как закупать, но непонятно в каких количествах, потому что проблемы с КРАЗом все же оставались. какие плюсы новой арт-системы Берест? Нужно сказать, что она по проходимости уступает вербе с трехосным КРАЗом и Татрой, но при этом у нее есть и свои плюсы. Во-первых, ее экономичность. Такой автомобиль, как видно, меньше тратит топлива на дорожном покрытии, то есть содержание его намного дешевле для армии. Плюс компактность. Он меньше и проще прятать в лесопосадках, например, и вообще маскировать. То есть, для ведения огня с труднопроходимой местности по бездорожью может использоваться верба, а для автодорог и проселочных дорог Берест. Большим плюсом новой арт-системы является 50 направляющих вместо 40. Это неоспоримый плюс, но у такой системы есть и свои минусы. Это, например, то, что транспортно-заряжающие машины рассчитаны на пакеты в 40 боеприпасов. А значит, установка с пакетами в 50 реактивных снарядов потребует унификации. Или создавать отдельную транспортно-заряжающую машину с пакетами на 50 выстрелов. Или заряжать 40 с помощью транспортно-заряжающей машины, а еще 10 вручную. Или армии в дальнейшем придется переходить на пакеты по 50 штук на всех РСЗО этого типа, если военным понравится вариант с 50 снарядами. Также минусом является то, что, как и большинство советских и российских артсистем, Берест не имеет гидропневматических опор. Точнее, опоры есть, но их всего две в кормовой части машины. А значит, машина может выравниваться только на поверхности с небольшими перепадами рельефа за счет регулировки подъема кормы платформы. А для местности с значительными перепадами и неровностями поверхности потребуется еще два аутриггера в передней части машины, чтобы не только корма машины могла регулироваться, а и положение всей машины целиком, как, например, в той же РСЗО Верба. Значит, регулировка из РСЗО Берест является ограниченной. А значит, вести огонь он сможет только с относительно ровной поверхности. А это минус в сравнении с той же Вербой, где такие опоры установлены. Ну, можно сказать, что такие опоры можно легко установить в принципе на любом автомобиле. Ну, а спутниковая навигация и автоматизация, оцифровка системы конечно же имеются как и в РСЗО Верба, так и в Берест. Да, и в Бастионах они уже также были. Кроме реактивных систем в Украине также разработали и свои боеприпасы к ним. Например, советские снаряды 9М22У от НПО «Сплав» имели дальность на 20 км. В Украине решили увеличить дальность подобных боеприпасов, причем не уменьшая мощность боевой части, которая составляет 18,4 кг. В конструкторском бюро Южное создали 9М221Ф «Тайфун-1». Дальность этих боеприпасов 40 км. Впервые представлены в 2019 году. Там переработали буквально все. Установили новый ракетный двигатель, заменили топливо, разработали свой разрывной корпус со своими поражающими элементами осколками. Использовали новый тип взрывчатого вещества. Масса боевой части при этом осталась фактически прежней, а вот ее мощность увеличилась за счет таких нововведений. При этом нужно подчеркнуть, что в СССР уже были созданы снаряды повышенной дальности действия, например, 9М521-522. Но они были созданы перед его распадом и практически не успели начать поступать в Украину при СССР. Они в основном выпускались на территории Российской Федерации уже после распада СССР. Поэтому украинским КБ пришлось начинать фактически все с нуля и создавать новые боеприпасы с чистого листа. И им это удалось в полной мере. В общем, полностью новые ракеты с нуля, которые стали иметь большую мощность и поражающие способности. Ну и дальность увеличилась фактически в два раза. По сравнению с более ранними советскими также нужно уточнить, что российские снаряды 9М538, 539 и 541 имеют почти в два раза крупнее боевую часть по массе. 34-36 кг против 18-21 кг. Но при этом российские снаряды летят на дальность до 20 км, а украинские до 40 км. Так что на ближних дистанциях российские снаряды выигрывают у украинских за счет более мощной боевой части. Но при этом российские снаряды проигрывают вдвое по дальности ведения огня украинским. То есть проигрывают в дальности ведения огня 20 км против 40. Но при этом у российских торнадо-Г остается возможность вести огонь с советскими снарядами увеличенной дальности, которые могут лететь на дистанцию до 40 км. Но при этом там боевая часть гораздо слабее. Так что в Украине использовали новый тип взрывчатого вещества. Оно мощнее и при одинаковой массе мощность боевой части украинской реактивного снаряда выше, чем у советского. Так что используя советские боеприпасы, российские торнадо-Г сравнялись по дальности с новыми украинскими до 40 км. Но проигрывают слегка украинским по мощности боевой части. А в ближнем бою на расстоянии до 20 км. российские снаряды выигрывают, так как имеют вдвое более крупную боевую часть. А в Украине, конечно же, могли бы с легкостью уменьшить дальность за счет увеличения мощности боевой части. как это сделали ранее на России с советскими реактивными снарядами увеличенной дальности и в итоге получили свои новые боеприпасы повышенного могущества. И это бы сравняло возможности артсистем как минимум. Но зачем? Ведь мощность боевой части 18-21 кг вполне хватает. А поскольку точность украинских РСЗО выше, скорость наведения, корректировки, развертывания и т.д. за счет наличия спутниковой навигации и оцифровки системы, то благодаря этому украинские РСЗО могут выигрывать в контур-батарейной войне. Даже если российские артсистемы будут использовать советские боеприпасы с такой же дальностью, как и украинские, то есть до 40 км. Но как только российские РСЗО будут использовать в Торнадо-Г свои российские снаряды, то более точные украинские РСЗО, используя отечественные снаряды Тайфун-1, смогут выигрывать в них по дальности 20 км против 40 км. Более того, на базе этих ракет были начаты разработки новых управляемых ракет Тайфун-1М, где каждая ракета имеет свое индивидуальное наведение. А подобным на России для такого калибра даже и не пахло. Также в Украине решили создать принципиально новые реактивные снаряды Тайфун-2 и Тайфун-4. В общем, в Украине подошли к этим системам комплексно. Также в украинских артсистемах используются отечественные спутниковые навигационные оборудования от украинской компании Аризон-Навигация. А на России таковое и на 2024 год полностью отсутствует. И Украина с начала 2000-х уже стала использовать свою навигацию и свое навигационное оборудование. А россияне покупали все за рубежом как образцы так и оборудование. Санкции лишили их такой возможности. Например, новейшие истребители Российской Федерации в 2023 году на России до сих пор летали на американских навигаторах для охоты и рыбалки. Это подтвердили сами видео с кабины пилотов, так и сбитые и трофейные российские истребители и вертолеты в Украине. Ролик про навигаторы в российских истребителях есть на канале и вы можете посмотреть там все в деталях. Что еще раз подтверждает тот факт, что своя спутниковая навигация в российской армии напрочь отсутствует и по состоянию на 2024 год. Доказано войной. Следовательно, какая навигация может быть в новых российских торнадо. Даже если оборудование было закуплено ранее до российского полномасштабного вторжения в Украину, то сама система GPS отключена для российских военных. А ГЛОНАСС это одно название. О нем мы узнаем чуть далее в сериях. Детально. А без спутниковой навигации вся автоматизация торнадо Г не может дать нужной точности. Потому что машина не может, например, сделать привязку к местности, а значит ее нужно делать вручную. А это во многие разы дольше по времени на развертывание системы для ведения огня. Следовательно, в этом плане российский торнадо Г полностью проигрывает украинским РСЗО верба и другим созданным в Украине РСЗО. Да и более ранним, таким как, например, Бастион 0.1 и 0.2 тоже. Ведь там уже имелась и автоматизация и действующая спутниковая навигация. Так что, как показывают факты, украинские РСЗО оказались намного лучше российских. Но что в российской армии, что в украинской, новых машин оказалось не так-то и много. Это все новые разработки, которые только после начала вторжения России в Украину в 2014 году стали создаваться и поставляться для нужд армий. А основными РСЗО калибром 122 мм в обеих армиях по-прежнему оставались советские БМ-21 ГРАД, количество которых преобладало. Например, перед российским полномасштабным нападением на Украину в 2022 году в российской армии было порядка 200 таких артсистем Торнадо-Г. Это при том, что в целом на вооружении российской армии было порядка 550 РСЗО калибром 122 мм. Основная масса, как показывают факты, это были советские ГРАДы. А на хранении российской армии находилось еще больше. Порядка 2000 таких артсистем. Так что, на общем фоне количество Торнадо-Г было на уровне 5-8% от общего числа РСЗО такого калибра в российской армии. Как следствие, именно советские ГРАДы стали основой реактивных систем залпу огня этого калибра в российской армии, в российско-украинской войне. Но в количественном плане российская армия сильно выигрывала у Украины, где на вооружении находилось лишь до 200 таких артсистем. Но из них десятки, это были уже новые комплексы. Также, после вторжения Российской Федерации в Украину, страны Восточной Европы стали передавать Украине, как советские грады, снятые из хранения, так и модернизированные артсистемы, такого типа, в которых уже имелась и автоматизация, и спутниковая навигация, и так далее. Например, как эта чешская РМ-70 Vampire. На видео, она ведет огонь по российскому агрессору на фронте, в Украине. Но в сравнении с российскими запасами, в количественном плане, в Украине таких артсистем было во многие разы меньше. Но по мере продолжения войны, в украинской армии, количество новых артсистем стало расти, а в российской, наоборот, снижаться, так как производить Россия не успевала, тем более в условиях санкций. Поставки были, но речь шла на десятки штук в год. А основную массу артсистем в войне стали составлять снятые с хранения советские грады. И кстати, российская армия стала нести серьезные потери этих артсистем, причем как новых торнадо Г, так и более ранних советских градов. Начав вторжение в Украину, российская армия потеряла в первые месяцы войны и первые полгода сотни своих артсистем подобного класса. И это только в начале вторжения. Затем, по мере продолжения войны, их количество стремительно росло. При этом, вооруженные силы Украины захватили в виде трофеев многие российские советские грады, а также российские торнадо Г. Убедились, насколько они уступают украинским подобным артсистемам. Про западные можно вообще даже и не говорить. В общем, подтвердилось все, о чем мы говорили ранее. Попав в украинскую армию, они сразу же требовали модернизации. Нужно было устанавливать спутниковую навигацию, совершенствовать автоматизацию и т.д. Конечно, они были лучше, чем советские грады, но значительно уступали, например, все той же украинской вербе и западным модернизациям таких артсистем. А трофеев было немало. Если в 2022 году вооруженные силы Украины получили большое количество таких артсистем и боеприпасов к ним в виде трофеев, то в 2023 году российская армия стала нести в основном потери этой техники в результате того, что получив западные артсистемы, украинская армия стала выигрывать в контр-батарейной войне, стала уничтожать российские грады и торнадо-Г с помощью более точных и дальнобойных ударов по ним с более современных западных артсистем. Имеется в виду и ствольная артиллерия, и более совершенные РСЗО. Так что получилась ситуация, когда Россия по-прежнему во многие разы преобладала по количеству, а Украина превосходила по качеству. И это сыграло свою роль в российско-украинской войне, так как именно превосходя по качеству, Украина стала выигрывать в контр-батарейной войне, что, кстати, переломило ход войны. В общем, с РСЗО калибром 122 мм в украинской и российской армии мы разобрались. И далее мы покажем ситуацию в украинской и российской армиях по РСЗО более крупного калибра, в частности, про 200-мм тяжелым ураганом, о которых пойдет речь в нашей следующей части видеообзора. Она будет представлена вам по окончанию видео, ссылочка также есть в описании под видео. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу, ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, в интернете, пишите комментарии и ожидайте новое интересное увлекательное видео. спасибо за просмотр.